Истинный, и живи здесь, и все исполняй сокровища благих, и жизни подателю, иди в силе сядны, и очисти мне от всяких скверны, и спаси блажен души наши. Отец наш Небесный, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа, пошли нам разумение истины Твоей, которая изложена в Святой Библии. Господи, помоги нам пребывать в истине, научи нас, Господи, так, чтобы мы могли донести Твою истину людям, погибающим во тьме. Тебе слава, посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. По свидетельству сестер, которые были на предыдущем занятии, было закончено изучение первой главы послания апостола Павла Коинфянам, вернее, пятнадцатой главы, пятьдесят седьмой стиху. Чтобы восстановить связь, начнем с этого, пятьдесят седьмого стиха еще раз. Стих короткий и короткое полкование. Первая Коринфянам, пятнадцатая глава, пятьдесят седьмой стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Полкование. «Подвязался Господь Иисус, а нам дана победа, не по заслугам, не по долгам, но по благодати и человеколюбии Бога Отца». Включаю и слова в этой фразе «Подвязался Господь Иисус». А нам-то дана эта победа по благодати и человеколюбии Бога Отца, Который сделал нас победителями через подвиг своего Сына. И далее пятьдесят восьмой стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Вот пятьдесят семь стихов посвящены увещеванию апостола Павла в том, чтобы мы верили в воскресение Иисуса Христа, что это событие будет непременно, чтобы мы были твердыми в этом, уверены, и призывает нас еще раз трудиться, уверяя, что труд наш не тщетен пред Господом. «Поскольку, говорит, вы узнали, что будет воскресение и воздаяние добрано и злым, то будьте тверды, ибо они колебались в учении о воскресении», «поскольку они и не родили о жизни доброй из-за того, что будто не будет воскресения», то говорит, «всегда преуспевайте в деле Господнем. Не только делайте оное, но и творите его в изобилии. Делать же Господне то, которое любит Господь и которого Он требует от нас, есть добродетель. То есть надеетесь, что будет воскресение, и вы ничего не потерпите из ваших трудов. Ибо прежде вы не родили о добродетеле, потому что… Здесь ошибочка, наверное, потому что написано, что верили на воскресение. Надо поставить «не верили», иначе не будет теряется смысл. И вы ничего не потеряете из ваших трудов, ибо прежде вы не родили о добродетеле, и потому что не верили в воскресение, и потому не хотели трудиться напрасно. Но теперь вы знаете, что никакой ваш труд не останется напрасным. Слова пред Господом выделены женой шеристом. Значит, или труд ваш, который в Господе, то есть на который вы имели помощь свыше, так как он обращен на дела богоугодные, или у Господа, в кавычках, не останется труд ваш напрасным, но вы получите от него воздаяние. Дай ручку, я исправлю здесь. Скажи место, которое сейчас мы походим. 58 стих, 1 Коринфяна, 15 глава. Это последний стих 15 главы. Ну, полагаю, что среди присутствующих нет неверующих в воскресенье Иисуса Христа. Сидели. Вот это сидим, чтобы еще раз более утвердиться в этом. И чтобы мы эту твердую веру могли донести до людей, чтобы могли возвестить об этом, потому что воскресенье это наступит для всех людей, и верующих в него, и неверующих в него. Это воскресенье наступит непременно, однако оно по-разному будет воспринято людьми, и разная будет участь по воскресенье, верующих и неверующих. Да, Людмила Степановна? Вот, которую книгу вы мне дали, Данила Сысоева о страстях, там он сказал о душе, что душа бессмертна, но не всякая душа бессмертна. Душа верующая человека, она спасется, а душа неверующая, а она будет истреблена. Так у него написано. Ну это, вы согласны с этим? Я не знала этого. Вот он так сказал, у него написано. Вы не так поняли, наверное, что. Может быть, вы не совсем поняли, что я не думаю, что так верует, вернее, отец Даниил. Он сказал, душа. Потому что мы знаем, что душа бессмертна, и что она будет либо одна участь, либо другая участь. Причем тело будет новое, но оно, прежнее тело будет, оно будет обновленное. Но прежнее тело, обновленное, войдет в душу бессмертную и будут вместе, либо благоденствовать Царствие Небесное, если будет такое уготовано по заслугам здесь, в этой жизни, либо будет наказано вместе с душой и телом. Я несколько раз прочитала этот момент и написано, он так пишет, что душа неверующего человека, эта душа, она не будет вечной, она уничтожится. Вечность принадлежит, мы знаем твердо, что вечность принадлежит каждому человеку рожденному. Это однозначно. Другое дело, где это будет вечность. Истреблена, может имел в виду, истреблена для жизни благоденствия, в Царстве Небесном не будет. Это бы назвал, нахождение в муках ада истреблением, что называется, иначе смертью второй. Может быть, это имелось в виду, что вторая смерть этой души будет вместе с телом. что она не имеет бессмертия. Эта душа не имеет бессмертия. там указано. Женщина Степановна, но я просто не знаю текста, поэтому... Сейчас душа мертвая. Не сейчас. Не сейчас. Даже с девушкой, с твоей вот этой, пример. Ведь она, уже порочная. Она совершенно никакая же. Она не верующая. Никакая. Душа-то, значит, какая у ней? Так девушка сама никакая. И душа, вон ее, видите, она по-после душевному составу, душе. Она ее не не нудит на это самое, что нужно заниматься Словом Божьим. Она ее не... Она же не, как сказать, не ангел, хранитель, который старается тебя и плачет о тебе, что ты не занимаешься Словом Божьим. И говорят, ты душа. Ты меня только на такое-то вот. Пей, ешь. И вроде того, что веселись от души. Вот я-то думала, это вот душа, это желания человеческие. А здесь говорится о бессмертии души, которую Бог дал человеку. И Он говорит, что не всякая душа бессмертна. Душа, не верующий человека, она истребится. Она не бессмертна. Она не бессмертна. Меня очень это удивило. Вот в этом. Я прям для себя даже открыла. Ну, ясно, что для Царства Небесного такая душа там не нужна будет неверующего человека. Но что она истребится, вот это я только Масасоева прочитала. Но она же будет страдать вечно тоже. Да. Только когда перед тем, как у вас есть, и смерть. каком-то месте, но она будет живая, она же будет страдать, она и мучиться, и будет страдать. Иначе воздаяние не было. Вот это слово истребиться, это так, как у этих гуэговистов. Как солома сгорели, и все, и нет никаких наказаний. Живи, пей, веселись. Он не пишет истребиться, он пишет, Вы несколько раз обрели это слово истребиться, значит, вы неправильно поняли. Я от себя это сказала. Не вносите в наши головы Он сказал, что эта душа не бессмертна. Для Царствия Небесного она не войдет, царствие, такая душа неверующего человека. Так это другой вопрос. Это понятно. Это однозначно. Что заслужил в этой жизни, то и получишь. А страдать и будет до ваших царствий. Людина Семпанна, будьте осторожны потому что вы подвергаете нас сомнению в плане того, что мы думаем, что отец Даниил как бы неправильно толковал. Еще есть мысли по этому поводу в последний стих. Есть сомнения у кого-то, что душа все-таки бессмертна, любая душа. Другое дело, что она будет обретать в разных местах. Вернее, души разных людей по заслугам свои будут в разных местах. заслужившие вечное блаженство будут в Царстве Небесном готованном Отцом нашим и Сыном Его, Иисусом Христом Спасителем, даровавшим нам это на Голгофском кресте. А те, которые отвергают учение Христова, живут в беззаконии, конечно, будут мучиться, но душа будет вечно все равно. вот Индиру Ганди развеяли прах ее над океаном, ну, Богу, создавшему Вселенную, Вседержителю, который движет, через которого все сохраняется. Разве составит какой-то труд вновь создать тело, в которое войдет душа ее, бессмертная, и будет по заслугам получим ей воздаяние. Игорь Тихонович, есть что по этому поводу? Скажите нам отрезвляющее. Видите, эта мысль о загробной участи это почти самая главная побудительная причина, чтобы веровали. Иоанн Гратаус говорит, знаю, что многие пренебрегли бы обещания будущих благ, если свободны были бы от угрозы наказанием. Ибо наказание более содействует спасению, более побуждает. Ну и дальше я, как у меня было, я знал, что я бессмертный, маленький, и все думал, ну как это, и как страшно было. А когда уже стал учиться в школе, да узнал про атомную гонку, тут все говорили, как прятаться, и уже маленько про Вселенную, и я подумал, вся Вселенная, конца края нет, если ее разложить на молекулы, все равно конец какой-то есть. А мухам нет конца. Вот эта бесконечность, потом показали, восьмерка на боку, она потрясает воображение. Поэтому некоторые понимали слово вечность, то есть она будет иметь окончание при полном ощущении. Вот откуда теперь получается счастилище у католиков. Вот откуда молитва за умерших. Я вчера слушал одного известного протоиерея, он миссионерствует, неплохо, разговаривает, все. Ну и вот подходит к нему человек, они рядом как бы сидят, это очень хорошая обстановка, и тот говорит, вот я ухожу, кто-то передал, тот считает ему на исповедь, и они те же грехи, я не могу никак избавиться. Я думаю, что же он ответит, он знает описание. Он ни разу нигде не показал, что тебе не исправиться. Нет, ты ходи, это я грешнее вас, он протоиереев, я грешнее вас, он уже дает надежду, что твое положение нормально, я священник, я миссионерствую, но я еще грешнее тебя, я тоже грешу, и надо на исповедь ходить, и все. Это обман, это называется самонадеяние, которое выводит почти на ту же тропу, где бывает, я совершенно не верю, Бог не может простить, вот это отчаяние, вот это самонадеяние, ложное надеяние. Он ни разу нигде ему не сказал, что тебе от этого не избавиться. Не надо обмануть, он меня спрашивает в интернете, вот я бьюсь сколько времени, там вот хочу бросить, ну ты одно бросил, другое пристанет, а ты раб, ты плененный. Ну а где выход? Выхода нету. Так Павел сказал, доброе хочу, не делаю, да он не о себе говорит, читай толкование, о природе человеческой. Когда я был неверующий, без Бога, о себе жил без закона, он ни минуты не жил, я, говорит, с восьмидневного возраста обрезан, родился, был ревнитель, более всех моих сверстников, где он был без закона? Он дня не был-то, а говорит, когда я жил без закона, значит, не жил он, речь идет о человечестве, у которого не было закона. И здесь, а что ему нужно было ответить? Этому человеку нужно прямо твердо сказать, тебе не избавиться от этого греха. Так это паника, вот это и нужно, называемое алармовое состояние, тревожное. Тебе не избавиться, и ни один человек не избавился. Давид пишет одной рукой псалмы, а другой утопает в грехе. Уголовник, два смертных приговора над ним, чужую жену забрал при живом мужа и убил мужа. За оба ему по закону надо было умереть. Так он избавился, он осознание принес, а дальше осталось. Вот и все. Почему никто не считает Ивангелие, первое послание Иоанна? Написано, что призванный Богом и избранный перечисляет, говорит, не грешит. У православных это замазано, вообще как не грешит? Ну как написано? Вы хотя бы растолкуйте, хотя бы неправильно. не грешит. Какое-то слово пропущено, для них было понятно. Умышлено не грешит. Умышлено. Вот большая лужа. Отец у нас спасет овечек. Я с детства это все видел где-то. В эту лужу никогда ни одна овечка не ляжет. Если она упала, бывает, она не видела, спотнулась, упала, так она отряхивается, отряхивается. А для свиньи это совершенно нормально. Она ищет где. И она ляжет, она в таким удовольствием лежит, хрюкает, лежит, солнце печет, на ней грязь застыла. Это для нее благо. Она этой грязью насекомых себя удаляет. Но она свинья. Насекомых больше у овечки, потому что длинная шерсть, они там под шерстью не достанешь. Ну и как? Надо народиться свыше. И когда я прочитал Патриарх Алексеев Второй говорит, нам нужно, мы занимаемся реставрацией человека. Человека надо реставрировать. А то все равно что, несут покойника сотлевшего. И сказали бы, надо, чтобы он жил, вернулся в семью. А как? Реставрировать? Это одно и то же. Сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Это нельзя не реставрировать ничего. Он мертвый, это другая субстанция. Его покинула душа. Надо, чтобы душа вернулась, Господь вдувал дыхание жизни. Дыханием жизни называют это. И возможно, возможно, переродится другая природа. Он человек с природой, которую Бог дал ему это многие так говорят, что душа по природе христианка. А она по природе язычница, а не христианка. А как Туртелян сказал? Он сказал о душе, которую сотворил Бог. Но не ту, которая согрешила теперь. Это язычница, маленький ребенок. И заметите, как она игрушку тянет, дерется, злобится, укусить может. Он уже на Адама похож. И родился Сиф по образу подобие Адама. Сиф еще. Но этот здесь правильно сегодня Николай это сказал. Родился. Я подумал, а дальше это что? Ну пройдет, ну если жизнь продлится, 70 лет то. Этот ребенок родившись, он такой же старый будет стоять. И дальше смерть. Если Бога не знает. Он проклянет день, как Еремия, который родился, как Иов. Почему он не сделался тьмою? Не выйти из этого положения. Единственное спасает это перерождение. А об этом речи вообще нету. Ни проповеди, ничего нету. У человека ложное надеяние себя. Ну ты же исповедуешься, да. Ну вот Бог снимает с себя грехи-то. Так я опять на следующий день опять тоже. Ну почаще исповедуйся, почаще причащайся. Покойника чаще притаскивайте, он на тебя будет фартук накладывать и что-то будет тебя бормотать, говорит, и ты что-то другой, ты тот же самый. Заменили. И заменили это сошествие Духа Святого мира помазанием. Ну их машут и ничего нету. Печать Дара Духа Святого. Слова есть, а ничего нету. Некоторые священники начинают понимать. Дмитрий Смирнов 20 лет крестил, обернулся и никого нет. Если крестил девочек, кем они стали? На какую букву назвать? Алфавита не схватит. А парни кто? Ну парни кто? Половина от наркомании умерли, а остальные пошли туда, друг друга переколотили в Чечне или где-то еще. Где они верующие-то? Верующие там, где Дух Святой. И вот здесь вера Воскресения, она человека поднимает, делает его другим. Павел говорит, желаю разрешиться, то есть умереть, что несравненно лучше, чем жить. Но для вас нужнее, чтобы я еще пожил, кое-что вам помог, ответил, может еще послание напишу какое. Этого-то нет сегодня. Распускает волосы, златоуз, корябает лесу себе, женщина умер, и родименький на кого-то покинул. Да язычники все смеются. Где ваша вера в воскресенье? Если вы верите, вы должны радость, болела, отошла душа, не гниет теперь, под себя не ходит. Пролежь ей уже нипочем. Теперь черви доедят эту моченую в моче, и все на этом кончилось. А душа-то пошла куда? Вот об этом надо думать. А о глупом говорит, плач всю жизнь, а о мертвом там 7 дней в Сирахо пишет. А воскресенье по-настоящему может рассуждать только рожденный свыше. А остальной животный страх, я его пережил. А что, сейчас нет страха? Нет, он другу другое. Есть страх перед Богом не нарушить волю его святую. Только вот это. А что вечность? Он сбрал, омыл, и лучше я не буду. Я на исповеди говорю, вот какой я есть, я в духовном плане не оправдываю все грехи, какие есть. Но в буквальном смысле я не делаю этого, я не каюсь в этом. И нет этого. Не потому что по возрасту. Я в 23 года уверовал. Это в один момент все отошло. А что не отошло, с этим борешься. Почему? Потому что проявление греха где-то там, так называемый смертный грех-то ты не делаешь. Ты все время ощущаешь страх, совесть на страже стоит. Вот для таковых вот эти слова имеют смысл, а для остальных никакой роли не играют. Ему хоть что говори. Они говорят сгустя вода. И священник ему этого не говорит. Ну ты исповедуйся, причащайся. Священники это главное сегодня, который гной размазывает на человеке. Гной. Надо вырезать, златоуз, говорит, а ты гной губку взял и мажешь. Ой, надо любить, любить, любовь, любовь, любить, любовь, любить. Кого любить-то? Все ненависти ненавижу их, враги мне. Написано любящие Господа, любящие. Что делаете? Ненавидьте зло. 96 Псалом 10 стих. Ненавидьте. В нас должна быть ненависть все время клокотать против греха. Я ненавижу этот грех. Я в себе его в первую очередь ненавижу. Вот и все. Неправильный вход в церковь. Неправильная исповедь. Все неправильно. Все таинства извращены. И никто об этом не говорит, не кричит. Ну нормально, мы же православные. А там православия-то ничего нету. Грех. Я был у насульмана, они говорят, у вас как-то это все принято. Мы знаем, у нас живут, ходят, и говорят, ты прощенная сейчас. И опять то же самое делают. То же самое делают. Мы же рядом живем, видим соседей. А у нас не так. Они в страхе нельзя делать. Аллах накажет. Огонь гореть там будешь, там ад. Они понимают, шайтан тебя потащит туда. А это ничего нет. Да какая ваша вера-то? И сравнение с этой мусульманской верой, даже сравнить не надо. Один вопрос сохранения девственности, только один. Это одеяние, которое прикрывает целомудрие. Не то, что близко, не то, что на тысячу верст. Вообще никакого молодежи. в каждой семье много ребятишек. А кого больше? Да девочек больше. Ну примерно сколько-то. Ну мулах знает, сколько-то. Да примерно две с половиной тысячи. Ну вся задача-то у меня замуж, говорит. Ребята всех пожить. У меня главная задача это, чтобы она никуда. Так вот уезжает в Европу, а там свои нравы. Ну а какой процент, что не сохраняет девственность. У нас вопрос от этого не ставится. Если нет, значит смерть. Она замуж ее не выдадут. Ее сразу зарежут. Свои родные, близкие. И она это знает, она трясется. На одну минуту к врачу, к зубному дядя и брат рядом сидят. Руки на кинжале держат, чтобы он случайно рукой не коснулся где-то здесь чего. Так это уже фанатики. Ну да. А того стоит. А у нас что, врач знакомство заводит, другой еще это не где-то, а прям показывают в фильмах. Вспомни, апостол пересмотришь, он что с ней делал там, врач-то. У нас выхода никакого нет, только полное абсолютное сознание, что мы погибшие православные, что мы не знаем пути. И тогда с нуля начинать, избавь Господи от этого. Ни за кем смотреть не надо. Православие сегодня это как будто дыра в преисподнюю. Не исправление, не обращение. Вот рядом живут все православные, ни одного нету. Все сто процентов матерятся. Ну, 99 процентов пьют. Все от мала до велика. Что тебе, растеряй его игры дальше, послушай, где ромашки святут на кладбище. А я говорю, у вас сколько пенец? За 1300 лет ни одного. Ни одного, на 2 миллиарда. Вы вздумайтесь в эту цифру. А почему? Кровь шайтана. Ну, побыли, которые побыли, были, как? В этот же день зарезали и все. Я разговариваю с людьми, обреченными властью. У меня уважение. Если бы я знал, что христианство только вот такое, в таком понимании сегодня, и такое мусульманство, я в минуты не был христианом, я сразу шел бы мусульмане. Было за что жизнь отдать. Но я знаю, Христос меня спас, там Христа этого нет. Он умер за меня. Он меня избавил от немощи, от всякой тела. Он призвал меня в свет свой. Он обещает вечность, и она доказана уже воскресением из мертвых. Вот мой ответ. Но этим жить надо, когда говоришь, а для них это все, вы говорите о себе. О ком я буду говорить? Потому что вы все говорите, это невозможно. Я живу перед вами, я говорю, это возможно, но только Божьим путем родиться надо слышать. Я пережил эту бездну ужаса перед вечностью. Единственное, чему я хотел научиться тогда, научиться малолица за едино умерших, за тядьку с мамкой, когда умрут. Ну, а я, за меня уже и некому. Я в ад пойду. Вот совесть не допускала меня обманывать. Почему сегодня, когда ничего не знают, не делают, и надеются на папа? А я грешнее вас, я сам такой же. Что сделаешь? Павел говорит, извращает слова Павла, все, и сидит, и бормочет. Я вчера перед сном еще посмотрел. Даже не верится, что человек, который в руках держит Библию, и может так извращать самую суть христианства. Христианство это небо на земле. Небо на земле. Или, говорит, человек на небе, или ангел на земле. А здесь ничего, двоюкает любист. Да ничего, я тоже, я еще грешнее вас. Вот это утешил. Мне не надо ничего, кроме как любить Господа. Вот через кого я обратился, она, ну, простая женщина, Анна Матвеевна Еремеева. И она рассказывает про себя. Когда я задумалась об этом, такой страх меня объял. Я пошла к священнику, он говорит, ну, ты же ходишь на исповедь. Да хожу все время, исповедуешься. Да исповедуешься. Ну, что ты так убиваешься? Не могу я. Вот я делала абортов сколько. И вот там то-то, то-то делала. Как это? Ну, Бог же тебя просил. Я опять отойду. Ну, как он меня просил? Грех-то сделан на этот. Я совесть-то подсказывала где-то. Потом батюшка говорит, ну, ладно уж так, не убивайся. Ты съездил в монастырь по-чаевски. Там есть старцы такие. Я, говорит, сразу все, то что могла, продала и поехала. Приехала, тот все выслушал внимательно. Видно, хороший пастор-то. Ну, что ж, надо молиться, конечно, и милостью небольшую давать. Да что давать-то? Я уже все продала и дома, все я, все в монастырь сдала. Молиться. Я молюсь днем и ночью, я кланяюсь уж по тысяче поклоновой. Душа болит. Он ничего не может сказать. До момента, пока она не встретилась с баптистами. И баптисты ей говорят, у тебя правильная мысль. Что возмездие за грех смерти. И поэтому грехи твои взял Христос. И пояснили. Он пошел на Голгоф, ну, вообрази, что бремя. И он понес, и его бычевые за твой грех, за твой. Это он как будто делал аборты. Ты мужа изменяла, да. Это будто бы он изменил их, прелюбодея. И он оказывает, как прелюбодея, как блудника. Ей рассказали, она упала. Я, говорит, так рыдала. Почему мне никто не сказал раньше-то? Я встала, говорит, вот у меня как свет какой воссиял перед нею. Господи, да я не знаю, как послужить-то тебе. Ты за меня страдал. Ну, почему пап-то не сказал ей этого-то? Он, может быть, и говорил, но говорил так, что-то все мимо прошло. А паптист сумел доказать. А там и доказывать не надо. Он пришел, умер за нас. Но это центральная мысль всего. И он переродил ее, она другая. В их доме я духовно пришел, родился. Для меня это духовная родина. Я сколько не разговаривал, вот идем с университета, когда были. Вот к вам православный подходит человек и говорит, я уже хожу на занятия, вот все, я из церкви, я больше в церкви время провожу. Ну, душа до того томится, вот как вспомнишь, что было, просто ужас берет. Ну, как? Исповедоваться надо. Опять туда же. Исповедоваться надо. А я скажу, не исповедоваться надо, а клизму ставить надо. Это, говорит, Иван Грозный, когда заболел, ну, и врача, придворный, врач осмотрел, говорит, клизму надо ставить, там у него запор. Да ты кого? Помазаннику Божию клизму, еретик! Его сразу навесили, и повесили. Нашли немца. Он тут обрусел уже, говорит, лещит любую болезнь. Пришли, долго осматривал, стучал вокруг. Клизму надо ставить, говорит. И ты туда же, немчурак проклятый, его туда же. Наконец, нашли одного где-то на болоте, живет, какими-то травами лечит, борода уже и зеленая, и желтая стала. ну тут шатал ходил, на другой день, на третий день, так ты будешь его лечить, царя? Буду лечить, я гляжу, клизму надо ставить. Ну ты это, природный русский, ну ты-то, ты думаешь, что говоришь, помазаннику Божию, тьфу, говорить-то надо. Так я не сказал, кому клизму ставить-то? Молодец. А кому ставить? Ну кому? Народу. У нас, говорят, всегда, кто еще не идет, перестройка, народу клизму ставят. Так вот, и клизму, это надо ставить здесь, попам. В первую очередь, чтобы они, эти дури освободились и показали до Христа. Освободить все от этого не нужно. Я поэтому отвечаю на этот вопрос, что нужно, чтобы клизму ставить архиереям, патриарху, чтобы освободились от человеческих предрассудков, а прямо на Христа указали. Ну вот он выступает где-то, даже патриарх, ну, мирские люди. А Павел перед кем стоял, а гриф, и он что говорил? Перед ними мирские были люди, которые власть имеют, держат его. И он им говорит о Христе, так что он сказал, ты немного не убежишь, ты почти убедил меня быть христианином. Немного, то есть, ну, еще маленько. Но много ли мало, Павел говорит, желал бы все были, как я, на первом месте себя выставил. Почему вы к нему, Павел, не придираетесь, а ко мне придираетесь? Вы о себе говорите. У меня было обращения, у тебя не было, поэтому ты ляскаешь зубами. Кроме этих ус, показал цепями, потрез, загремели. Чтобы обратился, но без этих ус, это вам уже не сегодня, может, завтра будет. Я его читаю, я понимаю, я стою перед этими людьми, перед Агриппой, перед Фестом, которые слушают, кому я говорю, а сейчас они этого не понимают, они на меня буквально кидаются, что они такие, они мертвые. А они могут не бросаться? Не могут. Это отродье, то самое отродье, то отребье земли. Почему? Это награда. Мы чужеродный элемент среди них. Павел говорит, желаю, чтобы все были как я, я это смело могу сказать. Я могу показать на свой путь, на все. Говорит, не избавиться. Избавился в один день, в один день. Я избавился от того, что сегодня все мусульманство утупает. Во мне была ненависть к коммунистам, смертельная ненависть. Как я учился, как тренировался. Я вспомню сейчас, как будто из одних мускулов состоял. И Бог в течение пяти минут меня переделал другого. Я стал ужас. Я куда шел? Кто я был? И меня Христос возлюбил. Да как проповедовать? Я не думал проповедовать. Я просто криком кричал, живем неправильно, Христос умер. Я больше еще ничего не знал. Он умер за наши грехи. И вся моя жизнь пошла по другому русу. Вот так развернул Господь. Это покаяние, это обращение. Поворот в другую сторону. Я могу это говорить. Хочу, чтобы все были, как я. Я в епархии это сказал. А вы хотите попы? Они там сидели, четверо благочинные. Хотите, чтобы я был, как вы? Если бы вы хотели, я бы сказал, я никогда не хочу. Мы вас как чумы болотные боимся. Вы слова не держите, непорядочное. Вот это корыстолюбие и трусость все задавило. Нормальным человеком-то жить-то не можете. Вы не можете так жить. Почему на нас все смотрят, как на уродов на каких? Разве так живут? А как живут? Я живу. Ты до моего возраста еще не дожил. Да и ж доживешь ли. А если мой путь-то на тебя примерит, да тебе, может быть, и уже сегодняшний день и хватит. Скопыльнешься. За каждого, который есть, который приходит, который рождается. Я за всех болею. Я болею в буквальном смысле. В муках рождения. Вот она ушла, все ушли, ушла и ушла, там я не знаю как. И только близкие, едва-едва догадываются, как я болею. Я бывает с колен не встаю. Линолеум, кажется, от слез размокнет. Это Бог только может давать. Вот он говорит, родился сын, я не знаю. Вот заметьте, вот жена, когда последние потуги уже, как она, чтобы ребенка выдавить из себя. Вот духовно, это намного больше. Тут она рожает, ну день, второй день уже смерть придет ей. А тут иногда годами его рожаешь и не можешь родить. Он рядом и никак не может родиться. Я в муках, Павел говорит, рождение. Когда? Когда, когда доколе у вас изобразится Христ? Он его видел, сегодня нет изображения Христа, он не изображается. Это обман. И покаяние обман, и крещение, все обман. И миропомазание обман, и венчание обман. Но венчание легко проверить, потому что над ним держат и на голову не опускают. Венчания-то нету. Сзади идут у одного и другого, видели? Венки-то держат. Венчания никакого нету. И что делать? Покаяние. Полная, абсолютная капитуляция. Я грешник, не просто грешник, я окончательно погибший, я прописан в аду. Прописан. Я не в книге жизни. И вот тогда, тогда ты взглянешь на Христа. Взглянь, грешник, взглянь. Взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви он высок. Я вчера этим сказал, поехали к православным, возьмите баптистские песнопения, насколько они духовные, они в духе святом написаны. И там и пойте. И приучать очень просто, православные очень простые люди. Они уже в этот день будут петь. Вы сами по себе знаете, как было. А, тебя поносит, говорят, да это никакого значения не имеет, наплевать да забыть. Говорят там, поносит. Ну и что это? Брай на вороту, говорит, не виснет. Ты свое дело делай. Ты знаешь, куда пошел? Знаешь. До конца вселенной послал Господь. Воскресение измертвое. Кристос рыгнай, все. Христос царствует. Он воскрес и нас воскресит. Вот лера была какая. Ну такая была она и осталась. Кристос вчера и сегодня во веки тоже. Это мы другие. И поэтому, когда мы верим вот так, как вот видите, то людям кажется, вот сегодня сколько? Опять те же самые люди. А которые были-то здесь? Они лет на 20 моложе меня, они во время службы садятся, когда проповедь читается, вижу, рукой закроется, спеют напрополую. Община не нужна. В деле общины эти люди никакого участия не принимают. Нигде. Ни в благовестии. В нуждах там бывают какие-то там. Деньги дают даже. Все. Но это и безбожники дают. Мне это главное. Не деньги, я знаю, при такой-то машине и деньги у тебя есть. Хорошая должность, работяги. Все нормально. Но ревности по Боге-то нету. Совсем нету. Ревность по Боге. Это мой Бог сказал. И ты уже должен как вперед, на столетие смотреть. Бог сказал. Расклад событий, какой гибит, Россия ее не будет. Меня это абсолютно не касается. Убьют кого-то, меня пытать будут. Никакого сдащения всему конец и дальше вечность раскрывает врата. Навеки. Джона Буньяна, Буньяна, считайте. Почему Джона Буньяна-то не написал православное, а только феодориное мытарство? Тот, эту, аллегоришескую книгу «Путь христианинам. Сарство небесное». Эта книга была настольная книга у Александра Сергеевича Пушкина. Тоже протестант. У нас, которые, бывает, где-то обращаются, а вот такой-то был, он обратился. Православным стал Сверидов, там перечисляют где-то Глазунов. Ну и что обратился? Он дальше что? Картины так и продолжал рисовать, но только нарисовал уже с нимбом. Нету. У него, он какой был, такой и остался. Ну перечисляют-то людей-то известных таких. Но он даже самый мануэль, любимый Солженицын, и он нигде на проповедь-то не пошел. Уже все, и все надеялся. Достоевский, это корень православия. Ничего нет. Пробуждение в России будет через монашество. Да через монашество оно погибло. А какое там возрождение, когда спрятались и сидят. Я это говорю, понятно, только для рожденных свыше. На ком дух святой. А остальные, они, знаете, слова мои, и готовые господи, проклясть меня сто раз. Но каждое слово я могу запечатлеть священным писанием. Верующий не грешит. Вот пусть они объяснят это евангелиста Иоанна. А то евангелист Иоанну написал и биографию, он ничем не занимался, только у ног в Богородице сидел и записывал ее биографию. И столько подописано. Я говорю, откуда взято? Ну, по наитию. Ну, вон-то не написал, нигде в истории нет. Но дух-то святой, вы говорите, есть, он нам открывает это теперь. Две тысячи лет не открывал, а теперь открывает. И зачем это нужно-то? Не в тот угол тянете. Открытое все, вот, святая книга Библии, святая Библия, по ней живи. И проверяй себя, рожден ты или не рожден свыше. Рожденным свыше кровь движется. Рожденным. А если мертву выкидыш, православный, это выкидыш и мертвый, абортированный. Ему лоб помочили, и выбросили, он валяется, труп. Это мертворожденные абортники. Жизнь редко-редко где. И та еще придавленная. Если даже станет священником, такой, который, и то он все время озирается, потому боится своих. Свои волкодавы задушат. Его сразу объявляют волком. Вот так свободно прожить, как я, я еще почти никого не видал. чтобы вот с такой среды пройти вот так вот и быть свободным. Да, живут свободно, но он молчит нигде нет. И вам не трудно это говорить, вот патриарха задевайте. Да я не задеваю, я его сшибаю буквально. Задеваю, это прошел. Да многие теснятся, я с верой прикасаюсь. и получается исцеление. Какое бы место Писание не взял, оно мне близко и дорого, почему оно по мне проехалось. Я в него вошел и вышел. Я Писание не умом должен запоминать, а жизнью, слово живо и действенно, проникает до разделения души и духа у меня, в составах и мозгов, если, конечно, они есть еще. А то, может, ничего и нету. И судит помышление, намерение сердечное. Не поп меня судит, не батюшка на исповеди. Помышление слово меня судит, судит помышление, намерение. У православных этого нет, оно не судит. Они все это перементули теперь на батюшку. Все батюшка сделает, я поеду. Но этот батюшка не такой. Вот сейчас говорит, я всегда знала, что храм должен быть с куполом, а у вас купола нету. И батюшка должен быть старый. Я с детства видела, она маленькая была, батюшка был старый. А тут пришла в храм молодой батюшка, улыбается все, я сына не стала крестить, ушла сразу. Это неправильно, что молодой, да еще и улыбается. Ну этот, это мать говорит, Валентина Афанасьевна, о, этого Чебаркульского, отрок Вячеслав Крашенинников, это его мама, исповедуется так. До пяти лет не могла найти батюшку. Наконец нашла, видимо, кое-кто там движется, кое-как, и там она уже покрестила, еще получилось. Не христианин выходит, бывает, а чудо в перьях. А то не доживайте до воскресения. Спаси Христос, с вашими словами доживем как раз. Наши братья там, я с ними. Да, уже половина двенадцать. Романова. Позвонить было, знать. Рано, не сам. Позвонил Сергей, дальше, когда звонили, что они у Романова при входе заправки. Все, доехали. Все, давай, брат, считай. Шестнадцатая глава. Первая Коринфянам, шестнадцатая глава, первый стих. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. Толкование. Окончив догматическое учение, то есть, то сейчас, о чем сейчас мы рассуждали, о чем сейчас нам говорил Игнат Тихонович, это догматика, это догматическое учение, то есть, это основа вероучения православного. Окончив догматическое учение, перешел к главе добродетелей, то есть, к милостыню. Милостыню называет сбор для того, чтобы облегчить дело в самом его начале. Ибо что было собираемо от многих, то для каждого было легко. Потом побуждает их к соревнованию, повествуя о том, что совершено было другими, как говорит, сделали галаты, то есть, уже был опыт определенный. Не сказал, я предложил, но установил, что означает большую власть, дабы ты знал, что это установление царское, и не пренебрегал этим делом. То есть, милостыня – это установление, не просто желание, это как бы должно быть воздухом. Верующим, не верующим. Не верующий тоже жертвует, спонсорская помощь. А в чем разница? Верующий подал, а не верующий. Куда уйдет каждая милостыня? Иногда, смотрите, строят новый театр, бывают такие, которые, меценаты, они содействуют этому, таким, музыкальной способности, детей берут на свое содержание. Я знаю такие, даже сегодня. Чем это отличается от верующей милостыни. Да даже, вот сейчас, слушаем, как бы, решение принимается на высочайшем уровне, о том, чтобы вернуть финансовые средства людей, которые имеют эти средства за рубежом, в зарубежных банках. Даже Медведев, Путин, понимают, что разным путем могли быть заработаны эти деньги. Они говорят о том, что это может быть и наркомания, что это через наркотрафик, который они получили, эти средства, что эти средства, они должны быть определенным образом все равно высвечены. Не о них речь идет, а о других средствах, которые могут быть привлечены в наше общество, в нашу систему. Заработанные деньги не отправляют. Они на ворованные все сто процентов. И это уже хитрость правительственная. Они где-то что-то... Все ворованные деньги. И сами на них вычислили. Они тоже пытаются различать, что доброе, недоброе какое-то. Заработанное. Да, брат? Отвечаю на вопрос Игнатьевна, Писание так говорит, все, что не делайте, все делайте, как для Господа. То есть верующий человек всегда делает это ради Бога. Во славу Божьей, как говорится, что, видя ваши добрые дела, они прославят Отца вашего Небесного. То есть верующие все делают для славы Божьей. Также Матфея 25 главу читаем. Господь говорит, если накормили меня, накормили бедного нищего, значит, накормили меня. Посетили в больнице, меня посетили. В тюрьме также меня посетили. То есть верующие все делают во славу Божьей, для славы Божьей. А не верующие делают только для себя. Может, даже ради того тщеславия, как еще называется. Ну и вот, продолжая эту мысль, Игнатьевич спросил, вот куда. А эти люди, которые не верующие, они большей частью также вот могут заработаны деньги таким образом. И на что они будут израсходованы? Даже если он построит храм. Но деньги от блудницы-то они не могут быть приняты на пожертвование для того, чтобы строить храм. Потому что они заработаны греховным путем. И даже храмы строят, храмы строят, и таблички, и везде это сразу идет, что вот такой-то пожертвовал. Такие, то самое, хвалебные ему речи произносят. А нам заповедано, да ты даже не знаешь, что твоя правая рука дала, чтобы не знала левая об этом. то есть там числами, а здесь мы, верующие люди, когда делаем милостынь, мы просто, это должно быть нашим дыханием. Потому что оно установлено, установлено царем. Милостыня. Без милостыни это как бы одно из крыльев, которые нас поднимают вверх, к Царству Небесному. А без этого просто невозможно лететь дальше, подвигаться вверх в горьем направлении. Милостыня имеет отличие от поста и молитвы. Это разовые могут. Только разовые. Молитва не может быть разовой. Написано постоянно молитесь. Богатый ты, бедный, больной, здоровый. То есть молитва не прекращается. То есть молитва все время продолжение. У поста попастился там и постился и пост так и идет. А милостыня это разовое может быть. Продал имение, нога на пост положил, у него ничего нет, у него все, милостыня закончилась. Милостыня именно разовый акт. И даже про это не говорят. Можно растянуть и дольше. Регламента нет на это. И все-таки нам удивительно, что продавали имение и как они жили. Что-то недоговаривают. Выходит у них имения-то не было, халупа какая-то была, они жили. Где жить-то надо? Ну и если я сейчас продам этот дом и кому-то пойду, что я лучше сделаю? Сегодня сколько людей у меня здесь обитает, с которых я копейки не беру, а теперь сам пошел на кого-то навешался. Жить-то все равно где-то надо, Сибирь. Значит, нужно благоразумно поступать. Так тогда будет милость и не превратиться в недобродетель. Везде благоразумие, рассудительность на первом месте. Я вот разговариваю, у меня тут она была, она сейчас умерла, Валентина Павлова, Каньева, хорошо знаете. Я стал говорить, ну вот так неразумно ты делаешь, вот такой материал ты погубила. А и могли бы сделать, но действительно погубила. Она еще на это ответит, ой, да Игнати, ну мы же христиане, еще мы про это будем разговаривать. То есть тысяча рублей пропало, которые можно было накормить, помочь. Ну мы же христиане, то есть мы такие дураки, нам все равно. Да если ты христианин, так у тебя наоборот все должно быть до копейки высчитано. Вот мы вчера за этим столом сидели и ехать как предварительно. Он тоже в интернете стоит, послушаешь где. Что именно нужно, как, как предусмотреть. Не так, что ОМОН, ОМОНа перехватили. Смирение-то было достигнуто. Да? Смирение-то было достигнуто. Вчера. Вчера вопрос я сказал, Игорь, его слово конечное, поэтому Нина, все замолкли и все. Он старший, вопрос, даже где-то что-то не так будет. Ну старший, как? Старший все его слово. Без этого нельзя. Власть установлена. Иерархия. Иерархия должна быть полная. Но, если ты выходишь на люди, а то не просто на капитры, встал и поговорил, у миссионера непрерывная встреча с людьми. Если он не владеет собой характером, ему из дома уходить не надо. Там будут такие подкусы. Вот у меня нападают когда, там с чего только не говорят. Я никогда, ни одного раза не выходил. Бывает иногда что-то по вере начинает не туда. Тогда редко-редко я тогда даю материал, поставил, опять отошел. И уже начинает. Он живой или нет, этот Лапкин-то где-то? Почему не отмещать? Я сказать, мы его всяко поднащиваем, ругают там проще. Для меня это никакой роли не играет. Я прочитал и помолился о нем. Он не попадает, что я уже начинаю зажимать. Два-три раза я уже полностью держу. Проходит какое-то время, там месяц, гляжу, он уже правильно начинает говорить, а потом гляжу, за меня заступается уже. И все. Это Бог так делает. У тебя должна быть не железная выдержка, железо тоже ржавеет. Она как златого загорода, адамантовая, алмазная должна быть, блестеть. Я умер, и потом меня это никак не касается. Я умер для мира, а мир для меня. А если тебе только чуть сделали, и ты сразу «Ух, вспыхнул, как...» Все. Там начинать сначала все надо. Твое «я» живо, оно просто все время рога будет показывать. Понятно? Кто бы это ни был, я там, брат мой или епископ, меня трогают. Вот таким ты будь, как мертвец тебя хвалят или ругают, в «Житие святых» написано. Ты должен на это реагировать только молитвенно, кратчайшими словами, умолить Бога, простить этого человека. Вот так. Давай. Второй стих. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Вот я спрашиваю людей, я попутно говорю уже здесь, как ты жертвуешь? Ну, когда есть. Вот это неправильно. Ты жертвовать должен независимо от того, нуждаешься 3 лет. Тебе это не принадлежит. А у тебя как? Ну, у меня как. Вот сейчас год начинается, я до Нового года заплатил 10. Сейчас 1 же январь, я плачу сразу 10 за год вперед. Вот сегодня отдал деньги за телефон за год вперед, чтобы я был свободен своими копейками. я никому не должен, нигде, ни одной рубля не должен. А люди, которые помогали, ну, они договорились, если отдам, отдам, не отдам, простят. Поэтому я так щедро распоряжаюсь. И поэтому, вот это лежит на столе, это миллионы, миллионы рублей. Это не 2, не 3, а 2 рубля. А как было так? Приходили люди, которые всячески старались помочь. Это прощу, не знаю. За электричество. Это не штраф? Нет. Ну, я посмотрю, я не вижу все равно. Первым днем недели называют День Господень, воскресенье. И самым днем предрасполагает их к милостыни, напоминая о совершаемых в оных таинствах. Очень также благоразумно повелевает каждому сберегать то, сколько позволит ему состояние, то есть, что Бог пошлет и что будет сподручно. Ибо не сказал, тотчас неси, дабы не пристыдить кого-нибудь, имеющего мало, но отлагай сам у себя, и когда придет время, тогда и неси, дабы говорить вам не собирать, тогда, когда нужно раздавать. Словами, когда я приду, делает их более усердными к сбору, так как пожертвования будут пред его глазами. А как на почте от предоплаты, как называют, или как там, с уведомлением, посылка пришла, и я могу взять, когда заплачу деньги. Наложен и платен. У меня не так. Порядок такой. Деньги высылают, я получаю, потом посылаю. У меня свой порядок. И все, все подчиняются. Все. И вот, я просто хочу сказать, что... У вас предоплата? Ну, может быть. Вот на днях тоже с одним разговаривали с Америкой. Прекрасный человек, просто прекрасный. Баптист. Заказывает книги. И какие? Симфонии на экономические. Трехтомник. То есть, книги, я бы ему крайне нужны. Я не могу набереть, он сам просит. И в конце говорит, 200 долларов хватит, я подсчитал сколько-то. Я говорю, да нет. А то он уже решился. Я говорю, 150 хватит. Потому что послать не за границу, а к родственникам. Они увезут. Да ладно, я 200 выслал. Все, я пошел, получил. Другая пишет, сколько подсчитали? Подсчитали, 4,5 тысячи. Ни разу не встречались. Санкт-Петербург. Дорогая Лариса. Посылает, кажется, 12 тысяч. А это на ваши расходы домашние. Понятно? Только вчера, вечером она сообщила, что получила книги, и у вас их, ах, какие книги красивые. Она только еще корочку увидела. И люди, которые получают эти книги, они таких даже не видали никогда. Так ты внутрь посмотри. Человеку, вот, помой, кто не знает, еще раз покажу. Вот посмотри. Вот первый, значит, второй, тренинг, дома. Вот, Новый Завет, как он изданный. Это в частном порядке. Ты посмотри. Закладка. О! По 752 страницы. 240 иллюстраций. 240. Нами раскрашенные. Вот они где. Гюстав Доре. Пока я нигде не видел в интернете, 230 гравюровых были раскрашены. Это наши. С закладками. Вот они. Закладки цвета российского флага. Вот это вот. Я его не просто показываю, а я люблю его. Этот флаг. Потому что он божественный. Вот как дело там стоит. Сами подходят, подписывают квартиры. А потом я оформляю уже на детей, переоформляю, как у Плеханова и Татьяна. Там, видите, да, Даниил приезжали. Квартиру приехала, положила, все, на вас завещание. Прошло немного времени, ее зарубили топором. А теперь дети-то ко мне, я говорю, какое отношение имеете? Квартира моя, я их довел до нужного. У них отношения плохие были. И только когда они уже дошли, полностью крылья опустили. Я говорю, вы поверили, что я возьму квартиру. Эх вы. Вы дайте мне обещание, что вы никогда про мать не будете говорить плохо. И с них нельзя было это вырвать. Они оба пообещали сразу. Здравствуйте. но идущий мой хлеб поднял на меня к пету, так и написано. А я-то дал Богу. И поэтому, что бы ты теперь ни делал, я понимаю, мое ушло туда, в дальние края, и потом приплывет. Давай сейчас семи, потом восьми. и после многих дней, и после многих дней клебы твои возвратятся к тебе. Экклесиас об этом говорит. У нее, верующего-то, ничего нет. Нет, у него непрерывное огорчение. Я помогала. Мать, я поила, кормила, поила, кормила, а она, свинья, поила, кормила, а другом стать не удостоилась. Поила, кормила. Да поет, кого кормит, крыса, свинья кормит. Почему? Потому что я делаю ради Бога. У меня литература нынче осталась. Сейчас я могу сказать, мне трудно так сказать, два с половиной миллиона примерно. Там, в Калужской области. А если там хозяин откажет, я ничего не думаю. Я объявил, книги не распространены, они предназначались для севера России. Примерно, ну, 95-100 библиотек. Кто 10 распространит, один комплект берет себе 20 тысяч 100 рублей. Пока никого нету. А если пропадут, а они не мои, я Богу отдал, пусть заботятся. Это его забота теперь, не моя. Я с Богом разговариваю, как с моим любимым другом, близким, родным. А там-то книгу сошли, я говорю, у меня ничего не сожгли. Все рукописи, говорит, не горят. Это Бог. Я говорю, Господи Божий, я отдал тебе, смотри теперь сам, меня тут другими делами занимались. Знаешь, на душе как легко. А украли? Украли, у Бога украли, не у меня, я вас жалею. Вы вернетесь, полна потом придет время. Давай. Третий стих. Когда же приду, письмами. Связь будет такая. Кого вы изберете, тех и пошлют со своими письмами. Как бы так говорит. И сам я присоединюсь к ним и приму участие в этом служении своими письмами. Подаянием выделено, толкование как бы на слово подаянием. по стихонам славянский благодатью назвал это дело, то есть пожертвование, для того, чтобы показать, что они совершают нечто великое, совершают и без скорби, и без принуждения. Ибо благодать такого свойства. Назвать же приношение милостыней было недостойно святых, которые имели принять оное. Как вот это последняя фразу понять? Назвать же приношение милостыней было недостойно святых, которые имели принять оное. Милостыня это снисхождение. А я даю родным братьям. Я это не милостыню даю. Я даю это по любви, как самому Христу. А милостыня как подачка, унижение. Милостыня намного ниже меня стоит. А он родной брат. Никакой милостыни тут. Она милостыня остается, но я даю с другим намерением. Да ладно ты, зачем говори-то. Помог ты, забудьте, никому не говори. И все на этом. А куда бы вы деньги дели? Я говорю, куда? Я говорю, барабашку комбайн бы купил новый. Смотрите, чтобы я миллионером стал. А вы так миллионер все считаете? Откуда вам взять денег такие? Разрозненные деньги-то у меня. Надо сразу, чтобы мне было. Ему бы зимой купили комбайн. Дарстин, у меня на первом месте стоит Игорь. Как он мучается? Без слез смотреть нельзя. Говорят, на веревочках все, да на гвоздиках. И опять убрал все успел. Другие с техникой не убрали. Я сказал, 200 тысяч гектар осталось под снегом. Нет, говорит, намного больше. Это заниженная сводка. Даже у этого уже недолгого. Кукуруза вся осталась на поле. Кукуруза, початки удивительные. Капацолычник. Все осталось. О сотнях гектарах речь идет. А всего сколько? Ну, около полутора тысяч гектар осталось. Представь тебе, сел, надеялся, пахал, ждал, а убрать нет. А городской ничего не значит. Сумочкой. Мария, раз, и мы ссунули туда. Ура, ура. Мария, ура. Ну, чего спрашивают-то этот? Эти не просыхают от пота, а эти не просыхают от греха. Можно я обращусь к Игнать Тихоновичу? Игнать Тихонович, я вас благодарю, что вы мне дали трехтонник для заведующей, которая делала мне операцию. Благодарю вас. Ты что думаешь, я тебе бесплатно дала? Нет, я принесу. Так я про это и хотел сказать. Я принесу. Ты зачем опережаешь меня? Уже решено. Ты все время нам готовишь рыбу. Зачти это за рыбу. Нет, это не буду за счет. Нет, не надо. Я уже командой. За расчет-то я команды, книги-то мои. Мы уже с Володей все это решили. Мы вдвоем решаем это. Это за счет за рыбу, которую каждое воскресенье ты нам жаришь и приносишь, и не берешь денег. Я вообще. Игнать Тихонович, я хочу попросить присутствующих и неприсутствующих помолиться об этой рабе Татьяне, которая, в принципе, она как вот человек, как доктор, как врач, она как ломовая лошадь. Она поездку... Там у книги дали-то? Да. Я еще не дал. Она... Не успела я, потому что она в отпуск уехала. Но помолиться о ней нужно, потому что она... Вот несмотря на то, что она как вот работает, и много работает, и приносит большую пользу людям, страждущим, но она... Может быть, у нее и есть вера какая-то, но живет она нехорошо. Ну хорошо, ты визитышь куда-то книги. Хорошо, я это сделаю, конечно. Ну, помолиться о ней, раба Татьяна. Татьяна. Чтобы ее Господь вразумил и от многих ее привычек и пороков... А это Бог очень быстро делает. Да, избавил. Да, да. Она одновременно и болеет тоже. Ну, ясно. Серьезно болеет. Вы знаете, на ком у нас так зримо это проявилось? На Марине Добуновой. Марина Геннадьевна, Игорева жена. Она не скрывает и говорит, я приехала только из-за мужа. Он ей прямо поставил условия, когда с Магадана. Или ты назад едешь, или ты будешь здесь. Она сразу стала готовиться к окрещению. Ни о какой вере ничего она речь не ведет. Такое, говорит, было и осталось. Но она ходит, одевается, говорит, по форме. И вот она заболела. Заболела смертельно, помнишь? И у нее как сразу все изменилось. Нет, но это же было тогда, когда она сказала, что только через мой труп он будет священником. Да. Вот она заболела. И она сразу сделала с трупом. Да. Эти слова через труп лучше говорить, не знаю как. Лучше не говорить. Вот она через болезнь свою многое осознала. Как сейчас у нее, это она лучше расскажет. А давай? Давай. Так. Заражение крови. Последний стих. Ты помнишь, она болит. Четвертый. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Толкование. Если, говорит, сбор будет такой, что потребуется и мое служение, то и я отправлюсь. Этим также располагает их чедрости. Хочет также иметь и свидетелей, что он ничего не возьмет в себе. Посему говорит, со мной пойду. Почему он сказал со мной, а не сказал, я с ними пойду? Чего он хвалится-то? Он вообще, Павел, отношения к этому не имеет. И он и не думает идти. Но если сумма будет такая приличная, ну, с этой суммой я приду и скажу, вот я вам собрал. А так-то собрали, от кого-то принесли, от Каринской церкви, от Галатом-то где-то. И главное, сразу выходит он во главу. А его вообще тут не было нигде. Сказал бы, я с ними пойду. Я думаю, апостол Павел этим же самому уже показывает, что я мудрее все-таки вас и пригожусь вам в этом деле. Вот как вот Игнатьич, значит, рассказывал, где вас там зажимали-то. Вы говорите, Виктора раз куда-то увели в поездке-то, или в Благовещенческой. Куда-то уже повели его, там какие-то цыгане или кто там были-то. А вы говорите, стойте прямо от меня, не отходите. Что-то я не помню, а что, грешет? В Благовестие вы когда были, по Европе ездили? Кто-то вас там начали, какие-то уголовники или кто там, вы говорите, стойте возле меня, не отходите от меня ни в коем случае. Виктору говорили, Николай. Это было в Турции. В Турции, да. А они поплыли, а те, которые уголовники-то, ну уголовники настоящие, которые нас зажали, уже там сначала 300 долларов, 400, 500, 600, а потом уже за тысячи пошло, заблокировали них как. Я сказал, ничего не делать, от меня не отходите, стойте около меня, только молитесь. И мы 12 часов не сходили. Представьте себе, Турция, в центре Турции, может быть там 12 часов на молитве были. Гляжу, видите, уже туда куда-то потянулся, в другое. Да кто вам разрешил? Стой и молись. И все вдруг двинулось с места. Вначале помогать. Начальника не было, начальник явился, это начальник, видно, очень большой. И все. И перед тем, как ехать, они что-то угощать, мы говорим, у них большие бутыли, это вода, которая дается. Я бы, как бы это, они тут же ее распечатали, эти турчанки. И все. На Бога полагаться надо было. И только отъехали там, не знаю сколько там, и сразу к морю пошли. До того заблокированы были. Они спят, но они ночью меньше спали. А я 4 часа и один молился тут. И вот сколько людей шло, десятки тысяч. У нас нигде такого свидетельства молитвенного не было, как здесь. Если бы я просто стоял, как там вот баптисты, а представь себе, стоим, стекло оборожено здесь, с этой стороны таможня идут, и мы стоим и молимся, и простираем руки, падаем на колени, а вплотную люди потоком идут. Там идут, и с этой стороны, и проезжают, и машины, и все, и фотографируют, и ничего не делают. А тронуть нельзя, и прямо выход в полицейский участок. И оттуда выходит группа офицеров, и маленько поедя один ушел, опять зовут, уже целая группа. И все смотрят, не разговариваем. А закона такого нет, что нас арестуют за то, что мы молимся. Этого нет ни в Коране, нигде. Тем более мы относимся к людям писания. И мы ничего не делаем, только молимся. И там сразу, гляжу, к этим пошли, и которые рядом были, которые мельтешились-то, деньги-то драть хотели-то, их нигде не стало, нигде, все развеялись. Они пригласили, видимо, самого сильного своего, видно, русский. Я гляжу, он мимо проходит и говорит. Слышусь, четко ясно, этих не взять. Этих не взять. Еще раз прошел, и опять, этих не взять. Нас Господь накрыл, Матерь Божия, амафором любви. Это надо было видеть. Но снимать нельзя было, там ничего нельзя снимать. Запрет. Там отберут это дело. Мы ничего не делали. Мы молились и молились, и молились. Назначили комиссию сразу. Пошли там проверять, распечатали, вытащили. А я только молюсь и молюсь, и молюсь. А те далеко в стороне сели, а наши машины еще покрутились, которые нас отбирать-то хотели. И, видно, опечалились. И уже ничего нельзя. А мы их видим. Ничего нельзя сделать. Этих не взять. Запомните, какая фраза. Это сатана изрек. Когда мы с Богом соединены, этих не взять. Ничего не смогут сделать. Я всегда говорю, почему меня КГБ не вербовало никогда. Всех вербовали. Никогда. Ну, а вы можете ответить? Конечно, могу. Почему? Мы только зашли в кабинет, сели. Я ему сразу начал о Христе говорить. Да подождите ваше дело. Можешь дело не закончить и умрешь. Христос умер из-за тебя. Стул же сразу в кабинете Ленина 30 в Барнауле. Сразу на этом месте. В камеру только зашел, перекрестился и сразу началось свидетельство. И все. Лучшую койку мне дают. Матрас, просто никому не донут. Нахрахмаленная. Это Бог делает. Бог сажает. И Бог выводит Иосифа и выводит. И когда говоришь, а вы хвалитесь. Да хвалящийся хвалить Господу. Мне есть чем хвалиться. Я торжествующе прошел с моим Иисусом. Как под знаменем Его. А вы знали, как тут поступать? Понятия не имею. Вот представьте. Только в тюрьму заходим. В тюрьму это общее еще. Не в камеру. А куда бы вы хотели? А что? Кто там спрашивает? Там пинками, колотушками, молотками гонят человека. Я говорю, где табака нету. Табака. Да тут курит везде. Гражданин, товарищ, начальник там одна. Да кого у нас там в шизо-то сегодня? Там никто не сидит. Его туда и посадить. Это штрафной изолятор-то. Матрас туда принести. Койку эту откидную где-то. Посадили, а там внизу дышать нечем. Маленько погодя, мало приходят женщины. Дубачки называют. Дубовые мозги. Ну как батюшка здесь? Я говорю, воздуха тут не хватает. Воздуха не хватает. Она побежала, гляжу, швабу принесла. Там вверху стекла. Она швабу раз-два стекла вышибла. Ну сейчас как? Я говорю, так свежий воздух-то. Ну и все. Я первый раз, первые мои шаги. Всем раздают драги, рвань там пропитана, не знаю. А который выдает, это один из хозбанды называется. Хозобслуга. Заключенный. Он меня увидел. Батюшка, вы отойдите в сторону. Я отошел. Что будет? Все. Потом он пошел. У него заначки новые, простыни. Проглажены. Это для вас. Давно держу тут. И все, некому отдать. А теперь есть кому. Кто-то ходатайся за вас. А Бог? Бог! Представь себе, где-то мы были, сейчас могу ошибиться. Кажется, в ташкентской тюрьме сидели. И вот мрамор, и какой-то крошкой сделали, красно-белой. И клопы падают, их не разрешишь. Такие же красные. Все заедают. Я решил поближе к дверям где-то. Зашел где-то. А что тут на полу-то? Я говорю, на клопы-то. Они прямо оттуда вереницы, против тебя запах идет, а они оттуда падают. Бесполезное дело. Давят их. Он меня вытащил в милицейскую, где милицейская отдельно. А там чистота, порядок такой. И меня сразу туда выдернули в другую камеру. А там-то вообще я свидетельствую. Никогда не забуду, как один милиционер, майор был. Он на охоте убил другого. На охоте. Но ему приписывают, что будто бы он умышленный. Он говорит, я не видел, я стрелял в камыши. Ну и лежит, руки нас вот так закинет. А как у вас вот это вот? Я говорю, он опять молчит, молчит. Ну как у вас все здорово продумано там в этой книжке-то. Я говорю, не продумано оно, совершенно рука писала и не думала. А то Бог открыл-то. Вот я следователь сам, ничего не возьмешь. Вас ни с какой стороны взять нельзя. Следователь, где я прошел? Какой мой путь был? Корявая биография моя. Да уж. Надо любить Бога и доверяться Ему. И как Он поведет. Вот когда я освободился, первый, кто меня навесил, следователь. Представь себе, следователь приехал на работу, а у меня везде было включено магнитофон, я ногой включал, приделал. Других когда допрашивали обо мне, которые сидели в тюрьмах, там кто-то сидел, какой-то Сириус или кто он, москвич, его допрашивали. Вы Лапкина хорошо знаете? А он вас учил тайной записи на магнитофон. И следователь пришел и, да, а вот смотрите, никому вас не доверили, а только мне. Значит, я какой-то следователь непростой, а сам выпивший пришел. А я все это, магнитофон у меня стоит, записал. И ушел, папку свою забыл. Непростой, совсем непростой. Да, а маленько времени прошло, встречает и говорит, да я полное погружение принял в крещение-то у Георгия Титова здесь. Следователь, это Бог делает, чтобы тебе было интересно жить. Нестандартные такие поступки, такие нешаблонные люди попадаются. Вот я сижу, допроса нет. Опять вызов куда ведут? Ведут кому? К начальнику тюрьмы. Соломин Александр Семенович, город Барнаул, полковник. Ты вот мне, дорогой, расскажи, как вот это вот здесь-то написано? А это что вот как? Но вот человек умирает, ты, дорогой, мне расскажи, как вот это делается? Как это понять-то? Я ему все рассказываю. И потом сколько встречались, беседовали, по телефону друг другу звонили. А потом он умер, здоровый такой. Вот, и жена говорит, умер по-христиански. Начальник тюрьмы. И он все расспрашивал о войне, какая может быть, откуда это. Нигде сидим у него. Я говорю, мне надо сапоги. Я же в валенках пришел-то зимой-то, а сейчас в валенках лето, а менять не дают. Понимаешь, тут строго никак нельзя. Так ты номера-то знаешь, знаешь. Я, кажется, на Петеримовку позвонил. Я говорю, я знаю, где. Сейчас я наберу, вы только быстро скажите, и сразу трубку положим. Ну, соединили, кто? Я говорю, слушай, запоминай, чтобы мне принесли новые сапоги. Ну, Адаш, я ничего не могу сказать, какие сапоги. А у них называется ступинаторы, там, железное такое, которое пружинит, чтобы нога-то была-то. Я никогда не знал, что на подошве там зашитое железко-то. Ну, и принесли, правда, Надежда Васильевна приволокла сапоги мне. Их оторвал там сапожник, вытащил эту пластину, потому что из нее я могу ножик сделать. И сапоги получил. Да то не может быть, чтобы начальник тюрьмы. Я согласен, не может быть. Экстраординарное условие, экстраординарный случай. Бог так делает. Начальник тюрьмы, полковник. И он даже пошел на пенсии, и никому не говорит, что он был в тюрьме начальник. Потому что заключенные всегда злятся на таких-то. Мы идем тут, вот где кинотеатр «Мир», около вокзала. Я с кем-то иду, я увидал, о-о-о, он вот, да родной мой. А сам выше, головы на полторы выше меня, просто по два метра. Так он мне казался. Я этому товарищу-то и говорю, это начальник тюрьмы. Чшш, дорогой мой, этого нельзя говорить вслух. Кто-нибудь услышит, что начальник тебе тюрьмы, ну и нападет. А я иду и говорю, я зэк, никто не нападает. И наоборот, от меня еще прячется. Спаси Христос, помолимся, Игнат Тихонович. Интересно? Очень. Я бы этот интерес не имел, если бы меня Господь не послал в эти трубы ГУЛАГа. И мне так интересно. А тогда я не хотел. У меня магнитофоны работают 15 по всей стране. И вдруг, бац, отрезали. И мой корабль причалили, притянули к берегу. И все заглохло. И вот это, что я здесь имею, это за то, что меня изъяли. 11 лет шел суд, и я его выиграл. 11 лет гражданский суд, Верховный суд СССР тогда был. Он утвердил, что правильно все. И я тогда подал на президиум Верховного суда, и что там еще есть. И президиум этот отменил то решение. Я когда председателю Краевого суда, тут генерал-майор Пашков Виктор Иванович, сказал, он говорит, за сколько лет, говорит, это первый случай, чтобы Верховный суд гражданское дело утвердил, а президиум отменял. Это только уголовное дело, а гражданские нет. Говорит, ну что тут решать-то? И вдруг у вас отменили? Это вообще... Так у меня ходатай есть большие там. Я не сказал кто. Какая-то Амелина фамилия нашлась. И она по ходатайству. Найти бы мне ее отблагодарить. Амелина. А Бог? А Бог. Можно сказать не по теме? В новостях вчера Дима смотрел, как сатана ополчился на городу. Что придумали? Новогодние игрушки на бороду. Говорят, самые популярные на Западе товары в Америке. В магазинах распродажа моментальная. И вот такие мужики бородатые, они все увешаны. Такие ролики о бороде идут. Дома что-то парень брился, вдруг замер, а там идут бородачи и поют там борода. Как это хорошо, как здорово. Он все бросил родителей, побежал за бородачами. Нет, ролики за роликами идут. Все меняется. Мало того, женщина-то урубивая там. Кончится. Так мужик просто. Она так и кончится ничего. Боже, милостив будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе за этот воскресный день, напоминающий о Твоей победе над смертью над дьяволом. Ты и нам даруешь воскресение измертных и жизнь вечную во Христе Иисусе. Слава Тебе, Господи. Благослови братьям наших на благовестии. И уста, мысли, сердца, душу наполни благодатью Духа Святого. Все устрой, как Тебе угодно. Благослови патриарха, епископов, священников, пасту. Даруй всем духовное рождение. Прищи, добрые жители вселения нашей, пределы наших общин расширь. Дай нам еще священника и место для занятия, если угодно Тебе. И распусти нас с миром. Прими нашу молитву о болящих Сергея и всех поминаемых нами. Даруй мир Украине, Израилю и всюду, где гонят детей Твоих. Возвигни руку Твою, прими их в обители вечные. Ты дивно велик, Господи. Научи нас быть щедрыми и каждый день считать последним днем на земле. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Игорь Тихонович, вы перевод читали, вот Кончита это поет. Я посмотрела перевод, я сразу увидела, это Сатана. Он говорит, ты меня не зверг с неба, я упал, но восстану, как Феникс, и тебе отомщу. Будет битва и... А ты знаешь, что, которая ты в передаче была, недавно была, говорили тебе передать. 21-го. Слово сказать, 21-го декабря, я не поверил в это. Будет ровно два года, так мы открыли канал на Ютубе. На Ютубе. На Ютубе. И у нас выставлено за эти два года, 2200 роликов примерно, наших. Ни одного чужого нету. Ну, конечно, и старые принимали, а до этого все у меня стояли на мейл.ру. А что передать-то сказали? Что-то сказали, передать мне сказали. Что часть той программы, которая ты была, она была. Позвонил на завод, Павел Васильевич. Опять передавали? Передавали часть какую-то, но я не стал говорить, все это у нас записано. То есть, передачу, в которой тебя взяли, и ты расскажешь, как ты обратилась, про общину, про все это. Ну, я уже не слышал, у меня радио нету. Да, слава Христу. У меня адреса нету, я не смогу. Спасибо.